Привет, друзья! Меня пришли. Вот этот доклад будет посвящен недавнему событию открытию революционных волнов и, соответственно, посмотрим, как выглядят данные и что можно с ними сделать. Да, вот сначала краткое обедение насколько интересно рассказывает физику Вот здесь обязательно так называемый ландаж ландаж теория гравитационных волнов который внутри хранится Как известно, гравитационные волны являются следствием общей теории относительности то есть теории гравитации которая была создана Эйнштейном 100 лет назад в 1915 году она получила свою окончательную формулировку Эта теория базируется на представлении четырехмерном пространстве времени как и мы говорим теория рассыпались в технических тензерах уже так Технические тензеры предоставляются более метки искренних пространств и мы видим, что маленькие среди тензеры обменяются Субтитры подогнал «Симон» Вот эта штука играет роль потенциала при инфекционе молодого. А через эти потенциалы можно привязать компоненты напряжения, более так называемые стильдуем Кристофеля, и потом из них довольно сложным образом можно выразить так называемый Тенсор Гриммана и его свертку Тенсор Итчи. И Тенсор Итчи уже входит в равную мечты, на которой здесь у нас изображены РЕК. Это означает Тенсор Итчи, ЖЕК. Пышный понятный метрический тенсор. Р – это, соответственно, скалярная перезина, которая представляет собой следовательного тенсора. И С – скорость света, К – гравитационная постоянная. А Т – карта, так называемый тенсорный ажимпульс. Что представляет собой тенсорный импульс отзыва, собственно, от того, что происходит с веществом внутри. Вот тенсорный импульс – это тоже просто матрица. Вот здесь, в этой причине, у него просто плотный стирон. В соответствии, в основном, как и с усилием, фактологов, плотный стирон. И, если ты что-то из-за моднадкады, я не буду бояться. И, если ты, что из-за моднадкады, я не буду бояться, не буду бояться. И события показывают то, что происходит с веществом. И вот это вот, что поздно играет коэффицированное поле, то что играет распределение заряда летов, как в создании конкурентов. И вот, соответственно, если мы уберем материю, то мы получим пустое пространство. И путем некоторых достаточно сложных преобразований, если гравитационное поле слабое, а слабое вот это вот H, это вот это отклонение матрицы G от матрицы Плостеров. То есть G0, 1, X и X. Где у нас, соответственно, время, скорость среда приедет до единицы, Время выдержано только в теницах пространственного расстояния. Ну или на дворах, космических масштабах, расстояние продолжается всегда время. Вот у нас получается такое линейное уравнение, которое те, кто сталкивались с этим. Вот физики узнают волновое уравнение, а значит, если есть волновое уравнение, то есть волны. Вот для примера показано, как они выглядят. Вот одно из решений, которое соответствует физических волнах. Вот эта матрица, вот это полярные координаты источника, которые они имеют. Вот это вот у нас из плечей. А вот сюда, там у нас. Вот это вот. Вот мы поможем за 10-й окров этой ночи, потенциал за 10-й окров этой ночи. Вот это вот. Соответственно, мы имеем две паралитации. Вот здесь обозначены плюсы, косы, клистика. Да. Да. Что? Чем гравитационные волны по этим уравнениям отличаются в электромагнитике? Ну вот, что, похоже, как-то не для вас есть. Ну вот, первая разница. Вообще, гравитационные волны не линейные, но у нас линейные, так сказать, линейные приближения. В этом идущее выравнение записано для простоты. Вот. Они линейные. Когда полны находятся далеко от своего источника, как и в результате своего наблюдения на Земле, например, они очень слабые. Вот эти вот H, они порядка 10-й. 10-й, 18-й, 19-й. Вот. И второе отличие перед линейственной волны электромагнитницы обеспечивается тем, что у них потенциалы описываются матлицей 4 на 4. То в то время как у электромагнитных это один только вектор. и получается, что имеется там шесть независимых компонентов. А в случае электромагнитного изначали это только три компонента. То есть это просто большее количество поляризации. Ну и наконец такой, как и очень нехороший для физиков. На нем, что есть принцип эквивалентности. Что всякий раз эквивалентная масса, инентная масса равноградинационная для любого объекта. Но почти не плохо. Если это исключить, как называемые эстетические лидеры. И соответственно, у нас получается, что мы всегда для этого поля масса играет роль заряда. И получается, что всегда отношения массы заряда одинаковые. И получается, что когда у нас какие-то два объекта между собой взаимодействуют. Волны, которые излучают один объект, почти компенсируются излучением второго объекта. И поэтому они очень слабые. Ну и точно такая же проблема возникает при наблюдении. Вот поэтому то, что мне понадобилось для того, чтобы впервые, как сказать, на Земле обриснуть сигналы. Собственно, что у нас следующее в нашем случае? Обратение было произведено на детекторе, который называется ЛИГО. Он находится в штатах и представляет собой две таких станции, каждая из которых содержит 4-х километровые интерферометры, одна из них находится в Харкфорте, штат Вашингтон, которая находится в Луизиане. И там был наблюден сигнал 15 сентября прошлого года. Около полутора месяца назад был опубликован. Собственно, что вызвал этот сигнал? Сигнал был вызван. Сигнал был вызван. Сигнал с толкновением двух черных дыр, одна из которых содержит 36 солнечных масс, другая тракция дырки. Энергия, которая была дыркой, затем спущена из гравитационных полков, равна 3-х солнечным маскам. Это представляет собой, если примерно все пространство от Солнца до армии Земли заполнить термоядерными бомбами, примерно такая же энергия. Вот, и расстояние, когда мы оценим, 410 мкс. Собственно, пока ополнено путешествие 410 мкс. И вот, и расстояние, когда мы оценим, что мы оценим, что мы оценим. Ну, и все, соответственно, здесь показано все, а если оценим, это феномен, что мы видим, что человек стоит, мы его прощаемся друг в друг друга, и они начинают высшиваться все больше и больше скорости, когда расстояние, мы не составляем 100-100 км, И вот здесь вот показаны очищенные сигналы, готовые культуры, которые в помощи работают данные соответствующие эти чистые сигналы. Вот, соответственно, здесь сигналы, светодетектор, которые позволяют получить некоторое сфере на направлении на источник. Если бы детекторов было 3, то можно было локализовать направлении на источник. Сейчас существует только 2-3 пирга, будет введен в строй Виталий в следующем году. На данном моменте презентационная часть у нас заканчивается, и сейчас мы попытаемся активировать TeamViewer, как его перевисеть на земле. Спасибо. 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 Спасибо.